МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Гражданка России из-за бюрократии чиновников не может доказать свое гражданство. Город Зверево отметил сразу два юбилея и ловись рыбка большая и маленькая соревнования миллеровских рыбаков. Об этом и многом другом сегодня в программе «Главное время местное». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди, покидающие места своего жительства на Украине, из-за боевых действий на юго-востоке страны, по-прежнему едут в Россию за спасением и помощью. Но среди украинцев есть и граждане России. Ирина Филаретова одна из них. В последние годы она жила в Краматорске. Теперь, вернувшись на родину, даже при наличии паспорта уроженка Матвеева Кургана не может добиться гражданства для своих детей. О бюрократии далее телекомпания «Премиусье». Надеемся на помощь соответствующих служб и инстанций в решении проблемы. Это мой российский паспорт. Вот моя прописка, по которой я получала паспорт этот. И вот моя настоящая прописка. Как говорится, дома и стены помогают. Но это не про Ирину. Имея российское гражданство, она не может добиться его для своих малолетних детей, которые родились на Украине. Когда я коснулась этих документов, чтобы подать на гражданство, первое, что мне нужно, это подтверждение моего гражданства. Нужно снять ксерокопию домовой или с трудовой книжки на момент 92-го года. Когда я коснулась этой домовой, в паспортном столе ее нет. То есть новые хозяева квартиры, к которым родители продали или обменяли, они обменом, по-моему, делали. Они сказали, что сдали в паспорт на стол, а в паспортном столе ее нет. Хотя она должна храниться в 80 лет. Ксерокопию домовой я снять не могу с той квартиры. Я была прописана по одному адресу всю жизнь. В поиске доказательств своего гражданства Ирина вспомнила, что как раз в это время проходила свидетелем по уголовному делу. Дело оказалось еще живое, еще не уничтоженное. Сняли ксерокопию, когда заводилось дело, мои показания. А решение суда они мне на руки не имеют права выдавать. Я попросила, говорю, мне только расправку о том, что я в этот день присутствовала на суде. Это было 10 апреля 92-го года. Мне пообещали ее на следующий день. Этот следующий день меня завтраками кормили две недели. Вчера я позвонила к нам в Курган-Суд. Я спросила, говорю, привезли справку с Куйбышева. А мне сказали, я устала от этого дела. Возьмите прямой номер телефона, звоните сами. Когда я позвонила, мне сказали, дело уничтожено по истечению 20 лет давности. У меня просто меня вместе с этим делом закатали в асфальт. У меня больше никаких доказательств нет. То, что на момент 92-го года я была здесь. Виновных нигде нет, краев тоже нигде нет. Домовую книгу я эту не теряла. Мои документы все со мной. Даже в той ситуации, за полчаса, когда собирала чемодан, все документы я смогла взять с собой. А когда я приехала к себе на родину, можно сказать, я не могу доказать то, что я гражданин Российской Федерации. У 6-летней Насти родовая травма. Девочка нуждается в постоянном уходе и дорогостоящем лечении. Деньги на жизнь и лекарства для дочери и раньше давались нелегко. Ирина работала сиделкой в Москве, круглосуточно ухаживала за чужой бабушкой. Раз в три месяца приезжала к семье. У нас не было помощи ни в Краматорске, ни здесь. За ребенком, за этот бегает ребенок. А за вторым ребенком мы ухаживали даже, вот у нее было год назад кома. Мы только вдвоем были на пересменку. Сейчас пока лекарства есть, даем, но они когда-то закончатся, и мне нужно думать наперед. То есть, мало того, что без работы невозможно фактически жить, а плюс к этому мне еще нужно думать, что когда эти таблетки закончатся, мне надо уже предоставить следующие. Я же не буду всю жизнь у людей просить. Уже куплен билет на поезд до Москвы. 2 сентября Ирине нужно приступить к работе, но все мысли будут там, где ее родные. Я надеялась, что я сдам до Москвы документы на гражданство. И пока я буду работать, оно от 3 до 6 месяцев на детей делается. Пока я буду работать, они будут документы делаться. Потом думаю, приеду, буду Настю оформлять обследование, группу, чтобы ей ставили, чтобы был лечащий врач. Глядя на эту женщину, удивляешься, как стойко она переносит удары судьбы. Наперекор всем нелепым обстоятельствам пытается поднять свою семью. И замкнутый круг с получением гражданства своим детям она тоже надеется разорвать. Переходим к другой теме. В последних числах августа Зверево по традиции отмечает сразу два праздника – День города и День шахтера. Но в этом году торжества были особенными. Жители отмечали сразу два юбилея – 25-летие со дня присвоения Зверево статуса самостоятельной административной единицей и 195-летие со дня образования поселения. О самом молодом городе Ростовской области расскажут наши коллеги телекомпания «Маяк». Официально празднество с широким народным гулянием было назначено на субботу. Но поздравлять друг друга зверевчане начали гораздо раньше. Творческие коллективы города устраивали деревенские посиделки во дворах многоэтажек и на тенистых улочках частного сектора. Молодежь изучала историю родного города в увлекательных играх-квестах. И даже августовская конференция учителей была пропитана юбилейным духом. Церемонии награждения собирали в концертном зале города лучших людей муниципального образования – ветеранов войны и труда, горняков, предпринимателей, учителей и врачей. Десятки зверевчан были удостоены юбилейных медалей, благодарностей и наград. Надежду и опору города шахтеров поздравлял лично губернатор Донского края Василий Голубев, вручивший работникам Зверевского градообразующего предприятия награды за добросовестный труд на благо развития Ростовской области. А всем жителям города Зверево губернатор преподнес яркий сюрприз – выступление ансамбля «Песни и пляски» Ростовской филармонии. В адрес горожан приветственные адреса прислали представители Донской власти. С Днем города и Днем шахтера поздравили зверевчан министр промышленности и энергетики Михаил Тихонов, заместитель председателя законодательного собрания Сергей Михалев. 25 лет – это действительно такой молодой возраст для города, абсолютно молодой. Но с ученым, что я первый раз в этом городе, действительно очень приятное впечатление. Город создает впечатление уюта, комфорта. Город молодой, очень большая перспектива, надеюсь, как у любого города в нашей области. У каждого города своя судьба. Ну вот судьба города Зверево – не быть каким-то большим мегаполисом, промышленным центром. Но я считаю, что город Зверево обязан быть достойным, комфортным для проживания города. Жители города этого заслужили. В череде праздничных мероприятий не был забыт ни один горожанин. Для каждого нашлось место в летописи самого молодого города Ростовской области. Книга почетных жителей города Зверево пополнилась тремя новыми фамилиями. И, пожалуй, во время юбилейных торжеств не нашлось в городе ни одного человека, который не почувствовал бы радости от причастности к торжеству и гордости за свою малую родину. Особенный город. Столько ему присущим казачьи-шахтерским колоритом и твердым характером. Далее коротко о других новостях. В августе в Матвевом Кургане состоялся массовый велопробег, посвященный 71-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Длина маршрута составила около 15 километров – от центральной площади райцентра до мемориала «Якорь». Инициаторами выступили члены молодежного правительства администрации Матвеево-Курганского района. В пробеге участвовали 50 самых активных юношей и девушек разного возраста. Их поддержал и глава района, возглавив колонну. Весело и дружно соблюдая правила, велосипедисты проехали по трассе в сторону 101-й высоты – месту доблестного подвига советских солдат во время Великой Отечественной войны. К подножию памятника был возложен венок. После завершения мероприятия участниками велопробега было принято решение проводить его по этому маршруту каждый год для воспитания патриотизма у молодежи, а для привлечения к здоровому образу жизни наметить в районе новые велосипедные маршруты. Какой рыбак не мечтает поймать золотую рыбку? В Милеровском районе прошли соревнования среди профессионалов и рыболовов-любителей. Какой же улов помог завоевать кубок и новые снасти в подарок – узнаем у наших коллег из Милерова. Спокойная водная гладь, тишина и все внимание лишь на поплавок. Вот такой отдых предпочитают те милеровцы, для которых рыбалка – это не просто увлечение, а скорее состояние души. Ведь в такие моменты предоставляется возможность на время отвлечься от повседневных дел и суеты. При этом еще и поучаствовать в соревнованиях среди своих единомышленников. Очередное из них состоялось в минувшие выходные дни на Зарянском пруду. Рыбаки, предпочитающие донную и поплавочную снасть, соперничали за звание лучший рыболов Милеровского района, рыболов-спортсмен и рыболов-любитель. Свои победы милеровские рыбаки посвятили предстоящему празднику – Дню города. По мнению организаторов данных соревнований, они проводятся с главной целью. Наша главная цель и задача проведения мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни. По итогам прошедших соревнований первое место у Владимира Пятицкого, поймавшего 15 килограммов 685 граммов рыбы. Под аплодисменты ему был вручен кубок от сектора по физической культуре и спорту районной администрации. Второй результат у Алексея Украинского. Его улов составил 15 килограммов 540 граммов. Третьим призером стал ветеран Владимир Безуглов. Его в садке оказалось 12 килограммов 246 граммов рыбы. Хорошие результаты у Николая Лисогорова. Его улов более 8 килограммов. В числе лучших стал и Валерий Сергеев. 7 килограммов 700 граммов рыбы. Это все новости к этому часу. Вы смотрели «Главное время местное». Вела программу Таисия Киргеева. До встречи завтра в вечернем информационном часе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова